ВОЕННЫЙ КОРВЕТТ ВИТИСЬ На борту которого находился 24-летний ученый Миклуха Маклай Отправился к берегам Новой Гвинеи Николай Николаевич отправился действительно на ту часть света Которая была самая далекая для русских путешественников Мало того, что самая далекая, она самая опасная И когда он отправлялся в свое путешествие Одна из просьб у него была князю, великому князю Константину К тому, чтобы корабль зашел через год, забрать его дневники О том, что он сможет вернуться, даже не было и мысли Миклуха Маклай одним из первых выдвинул теорию о равенстве рас И им двигала благородная цель Доказать, что папуасы являются непромежуточным звеном в эволюции человека Как многие считали тогда А такими же Homo sapiens, как и европейцы На 316-й день плавания корабль достиг Новой Гвинеи Это произошло 19 сентября 1871 года С палубы Витязя молодой ученый увидел горы, окутанные облаками Под ними чернел густой тропический лес, подступающий к океану Деревья, обвитые лианами, опускали свою листву до поверхности воды В этот день написаны первые строки одной из замечательных в истории человечества книг Знаменитого дневника Миклуха Маклая Течение было попутное, и мы хорошо подвигались вперед Часу во втором корвет Витязь настолько приблизился к берегу Новой Гвинеи Что можно было видеть характерные черты страны На вершинах гор лежали густые массы облаков В двух местах на берегу виднелся дым, свидетельствовавший о присутствии человека Матросы помогли построить для ученого хижину и перевезли туда все необходимое Экипаж корвета Витязь готовился к отплытию 27 сентября 1871 года Миклуха Маклай передал для семьи прощальную записку Милая, дорогая мать и сестра, я у моей цели Остаюсь на год в Новой Гвинеи Труда будет много, но надеюсь на успех До свидания и не забывайте Уже в первый день после высадки на берег Миклуха Маклай встретился с папуасом, которому суждено было сыграть особую роль Имя Туй стало поистине историческим и неизменно употребляется рядом с именем Миклуха Маклая Папуас этот был среднего роста Темно-шоколадного цвета, с матово-черными, курчавыми, как у негра, короткими волосами Широким сплюснутым носом, глазами, выглядывавшими из-под нависших надбровных дуг, с большим ртом Хорошо сложен, с достаточно развитой мускулатурой Выражение лица первого моего знакомца показалось мне довольно симпатичным Туй – это первый папуас, который увидел белого человека Который встретил Миклуха Маклая и подумал, что это человек с луны Или лунный человек, как они говорили И именно Туй был первым другом Об этом передает и семья Туя В дальнейшем эту историю о том, как они дружили с Маклаем Как они его защищали И как он защищал их 1 октября 1871 года стал особенным днем для Маклая Он нанес первый визит в деревню Я вошел на площадку Группа вооруженных копьями людей стояла посередине Ни женщин, ни детей не было Они, вероятно, попрятались Увидев меня, несколько копий были подняты И некоторые из туземцев приняли очень воинственную позу Как бы готовясь пустить копье Несколько стрел папуасы в итоге выпустили Совсем рядом с Миклуха Маклаем И пытливо смотрели на него, изучая реакцию Путешественник же высмотрел место в тени Притащил туда новую циновку С удовольствием растянулся на ней и уснул Это ж какое мужество было Он подумал, что смерть, если может ко мне прийти, то она одна И они не стали убивать его Они стали рассматривать, изучать, кто же это такой И когда увидели, что он абсолютно их не боится, они зауважали Я много раз замечал, что туземцам очень нравился мой образ действий Они видели, что я поступаю с ними открыто И не желаю видеть больше, чем они хотят мне показать Они прятали всегда женщин Потому что женщины для них это действительно самое ценное Так вот он для того, чтобы не пугать их, свистел специально перед входом в деревню Миклуха Маклай быстро подружился с жителями деревень Гаренду, Бонгу и Гумбу И дни напролет собирал материал для своих исследований К тому времени в европейских учебниках по антропологии утверждалось, будто папуасскую расу Отличает пучкообразный характер волосяной растительности на голове Ученый был убежден, что это чепуха Папуасов не считали раньше за людей Их считали переходным видом между обезьяной и человеком Поэтому их можно порабощать Поэтому с ними можно относиться не как с людьми Миклуха Маклаю удалось тщательно обследовать голову короткостриженного 9-летнего мальчика из деревни Бонгу И даже нарисовать ее После ухода гостей Маклай сделал запись, вносившую полную ясность в проблему, так занимавшую ученый мир Волосы растут не группами или пучками Совершенно одинаково, как и у нас Это для многих, может быть, кажущееся очень незначительное наблюдение Привело в приятное расположение духа Через три месяца он уже мог разговаривать с папуасами Но нужен был еще какой-то внешний толчок Чтобы совершился окончательный перелом в отношениях Февральским днем на друга Миклуха Маклая Туя из деревни Гаренду Обрушилось дерево и сильно ранило его голову Маклай неустанно приходил и делал тую перевязки, что окончательно сблизило его с жителями деревни Степень доверия к Миклуха Маклаю возросла настолько, что женщины больше не прятались, когда тот приходил в деревню А место, где жил путешественник, все называли не иначе, как берег Маклая Николаю Николаевичу, конечно, предлагали жен Это для них было важно Они хотели продниться с ним Потому что тот клан, который проднится с Маклаем, станет самым сильным Ведь Маклай — это сверхчеловек, а может быть, даже не человек, а божество Маклай ответил, что это моя сестра И я ни на ком не женюсь Это успокоило папуасов Потому что если они знали, что он ни на ком не женится Значит, тогда никто из кланов, никто из селений не станет самым сильным Рассказы о человеке с Луны переходили из деревни в деревню Преодолевая языковые и племенные барьеры Папуасы верили, что если Маклай рассердится, то может поджечь море Основанием для такого верования явился случай, специально разыгранный путешественником Он подлил в блюдце со спиртом немного воды и зажег спирт Слава шла впереди Маклая А он продолжал исследовать горные селения, возвращаясь оттуда с большим количеством рисунков Дневниковых записей и самых разных экспонатов А его пребывание в деревнях оставляло добрую память А между тем час возвращения настал 19 декабря 1872 года на остров прибыл клипер Изумруд, посланный русским правительством на поиски путешественника Когда Изумруд вошел к пухту Столябия, то перед взором русских моряков предстало удивительное зверище Развивался русский флаг На лодке был русский ученый, сильный, сгудавший, в острепанной одежде Но при этом он очень свободно разговаривал с папуасами на местном языке Папуасы его прекрасно понимали Он с ними типа попрощался и обещал непременно вернуться Важность трудов Миклуха Маклая признавал русский писатель Лев Толстой Вы первые, несомненно, опытом доказали, что человек – везде человек В общении с которым можно и должно входить только с добром и истиной, а не с пушками и водкой Насколько же надо быть смелым человеком? Во имя чего он это делал? Он говорил, что я делал это во имя науки и человечества И вот тогда ты понимаешь, что действительно никакие деньги Никакие другие блага, кроме того, чтобы сделать благо для человечества Не двигало этим человеком Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова